Увы, некоторые жалобы на финансовые организации никогда не получат сатисфакции. Если вы подписали кабальный договор, придется выполнять его условия или доказывать в суде, что вас ввели в заблуждение. Как минимум, при совершении любых финансовых сделок нужно прочитать и, самое главное, понять, что написано в договоре. Вот несколько простых правил, которые позволят избежать больших сложностей в будущем. Перед подписанием прочитать. Странно об этом даже упоминать, но скольких драм можно было бы избежать, если бы люди потратили время на ознакомление с договором. Не подписывайте никаких документов, не читая. Даже если менеджер говорит, что здесь все в порядке, это типовой документ и так далее, так далее, забалтывает вас. Если что-то непонятно, спрашивайте. Выясняйте у менеджера все, вплоть до мельчайших деталей. Если тот не может грамотно ответить или вас настораживает его ответ, отдайте договор на проверку знакомому юристу. Поверьте, деньги за консультацию могут окупиться сполна. Попросите изменить условия. Если те или иные условия договора вас не устраивают, вы можете попросить их изменить. В реальности это происходит редко. В крупных организациях документы типовые и изменять их ради одного клиента вряд ли будут, но, как говорится, за спрос не бьют. В некоторых случаях это действительно срабатывает. Изучайте в спокойной обстановке. Помните о своем праве проштудировать полученный кредитный договор в течение пяти дней. Не обязательно это в торопях делать в офисе финансовой организации. Попросите распечатать договор или прислать его на электронную почту. Если что-то будет не устраивать, не подписывайте по моему. Перепроверьте перед подписанием. Спешка в финансовых вопросах до добра не доведет. Даже если вы читали шаблон документа и вас все устроило, перед подписанием обязательно прочитайте договор еще раз. Ведь вам могли прислать один документ, а подсунуть на подпись совершенно другой. Особый интерес представляет раздел «Ответственность сторон». Именно здесь вы можете узнать, что грозит вам в случае невыплаты и просрочек, и еще раз подумать, нужен ли вам кредит. Все приложения на стол. Просите все дополнительные документы, которые упоминаются по тексту договора или в конце договора. Все общие условия, стандартные положения, правила пользования, пользовательские соглашения и другие документы, которые считаются такой же непосредственной частью договора, как и сам договор. Подписывая его, вы признаете, что прочитали и согласились со всеми этими документами. Ищите более выгодное предложение. Если навстречу вам не идут, а условия прописаны в договоре кабальные, тогда это повод отказаться от сделки или найти другого, более сговорчивого контрагента. На этом все. Не подписывайте бумаги не глядя и будьте юридически грамотны. Счастливо! Продолжение следует...